Всем привет! Всем добрый день! Всех рада видеть! Приветики, приветики! Елена где? Елена отдыхает наконец-то! Бывает же такое, что я отдыхаю и не только тренируюсь! Слушайте, я не собираюсь больше ничего рассказывать про Настю. Все, что было интересно вам, я рассказала, посвятила ей минут 15 в своем эфире. На этом эта тема закрыта. Мне, Насте, абсолютно неинтересно и вообще неинтересен ваш интерес. Если вы интересуетесь Настей, Гоу в прямой эфир к Насте, наверное, она их проводит, и там у нее все спросите. Привет, привет! Рада еще раз повторяю всем видеть. У меня какие-то сегодня очень странные зрители в прямом эфире какую-то историю с Сашей Черно вспомнили. Во-первых, у меня вообще не было никакой истории с Сашей Черно. Это раз. Во-вторых, последний раз я слышала о Саше Черно больше года назад, когда была на передаче, где я взяла Юлю себе под покровительство. И какая здесь, боже упасти, Саша Черно. Я уже давно бы забыла, кто она, если бы меня периодически, вы не спрашивали об этом. Привет! Ну, смотрите, вы задавали там свои вопросы. Я сейчас поотвечаю на те вопросы, которые вы успели задать. А потом тогда отвечу на те вопросы, которые вы мне будете задавать в эфире. Привет-привет! Место очень красивое. Значит, смотрите. Как проходит отдых? Очень хороший вопрос. Но я здесь не отдыхаю, я просто живу и тренируюсь. Поэтому не могу вам рассказать, как проходит отдых, к сожалению. Это не пляж. Так, музыка не вовремя. Танцевала ли я когда-нибудь мужчине приватный танец? Нет, я никогда не танцевала мужчине никаких танцев. И не собираюсь этого делать. Мужчины делают для меня то, что я хочу. Как-то так. Спасибо за восхищение. Я сплю где-то в среднем 6 часов в сутки. Мои дорогие, я никогда не устану от такого... Вот музыки пока нет, можно повернуть камеру. Я никогда не устану от такого ритма. Пока мне этот ритм приносит миллионы, я его буду поддерживать. Поэтому не переживайте. Ритм этот еще очень долго не закончится. У вас что-то произошло с Романом. Бедно было вашу встречу. Бедный Роман. Честно говоря, не поняла. Видимо, вы говорите о докторе Романе, друге Андрея Тамбовцева. А что мне могло с ним произойти? Мы общаемся как друзья. Сейчас они на Бали. Самое эффективное упражнение на ягодице в домашних условиях. Я написала целую книгу, которая вышла в свет в августе, где расписано все очень подробно об упражнениях. И не просто мое мнение, а конкретно специальные исследования, которые проводятся за рубежом. Но в нашей стране, конечно, не до ягодиц. Какие упражнения самые нелюбимые? Я в кроссфите не люблю волейбол, а в зале я не люблю тяги. Спасибо. Очень много таких добрых слов. Я не буду их как бы в эфир выводить, потому что я вам всем благодарна за эти добрые слова. Спасибо. Ну, смотря какое жилье. Я на Пхукете сдаю свои апартаменты 72 метра на Найхарне за 120 тысяч рублей в месяц. Это выгоднее, чем я могла бы сдавать в Москве. Но опять же, зависит все от расположения. Если бы это было 72 метра в Москва-Сити, я бы сдавала их за 150 тысяч. Марафон, уже набор закончен. Ждите следующий месяц. Сколько стоит фитнес-тур? Ребят, дала вам ватсап, где вам подробно ответят на все ваши вопросы. Цена фитнеса 20 тысяч за неделю, а все остальное зависит от того, как быстро вы успеете забронировать отель. Без какого продукта вы не можете долго обойтись? Нет таких продуктов. Я совершенно спокойно отношусь ко всем продуктам. Вообще нет таких продуктов. У меня нет никакой зависимости от продуктов. Эти очки, если они вас именно интересуют, это Луи Виттон. Можете ли заплакать, смотря душевный фильм? Да, мои дорогие, плачу. Легко. И от душевных фильмов, и иногда от каких-то особенно душевных сообщений от вас. Вообще легко плачу. Дожди в Таиланде. Дожди в Таиланде бывают в сезон дождей, но тут проливных таких дождей, как и в Индии, например, не бывает. Подробности об этом у моей подруги Лены Пхукет-Справка. Вот у нее все очень-очень подробно. Да, я знаю, что Марина Вовченко разводится. Мы с ней... Мы с Мариной Вовченко встречались на вручении премии, где я вручала премии 17... Нет, это было 16 декабря. Я как член Национальной Ассоциации Блогеров видел там Марину. Да, она мне сказала, что она разводится. Но я рада за нее, если честно. Как переводится Капун Каааа? Спасибо. Причем в Таиланде, знаете, язык какой интересный. Вот мужчина должен говорить вот так вот отрывисто. Капун Кааа. А девушки говорят Капун Кааа. И так же и здравствуйте. Мужчина говорит Сквадик Каааа. А девушки говорят Сквадик Каааа. Очень смешно, короче говоря. Тайские таблетки для похудения может купить только клинический идиот. Вот клинический идиот может купить тайские таблетки для похудения. Ну или идиотка. Есть средства растительные, которые могут вам помочь там немножечко почиститься. Но не таблетки, естественно. Я занимаюсь высоких кроссовках Nike. Да, потому что они прекрасно держат голеностоп. У меня он травмирован, как и колено, как и плечо, как и спина. За 30 лет в фитнесе у меня практически все травмировано. Кем вам приходится Юра? Юра, мой любимый внук. Ой, жарко. Юрочка, мой любимый внук. Любимый, единственный и неповторимый. Сегодня пошел в школу, выложила в сторис уже. Можно с вами потренироваться на Пхукете. Приезжайте на кроссфит. Я, правда, скоро улетаю. Но я вернусь примерно в середине февраля с Юрой на месяц. И приезжайте, пожалуйста, на кроссфит. И потренируемся без проблем. Ко мне очень-очень много подписчиков приезжают. Ваше мнение о Бузовой. Она сейчас со своим молодым человеком-рамянином отдыхает в Тае. Мое мнение о Бузовой. Деловая девушка. Зарабатывала хорошо. Сейчас не знаю. Знаю, что рестораны у нее закрылись. По поводу ее молодого человека ничего вам сказать не могу. Видела, да, видела в телеге вчера какую-то историю, где они встречаются и целуются. Ну, что я вам могу сказать? Конечно, мы все блогеры и многое снимаем на показ. Но мне так как-то кажется, что когда у людей какие-то искренние чувства, они долго не виделись, то такого не бывает, что у Оленьки на готове там человек, который снимает ее истории, и молодой человек к ней бежит с телефоном. Ну, хотя сейчас все на волне хайпа. И если у нее действительно появился мужчина, я могу за нее только порадоваться. А кто он там? Армянин, не армянин, это ее личное дело. Мне вообще пофигу. Какие страны планируете посетить в этом году? Значит, смотрите. Сейчас забаню какого-то идиота. Еще какого-то одного забаню. Значит, в этом году Италия, естественно, обязательно. Амстердам в мае. И еще я планирую посетить Австралию, Японию и Колумбию. Ну, может быть, не все в этом году, но вот эти страны в ближайшие годы. Моя первая книга «Жизнь без жира» или «Ешь после шести». Слушайте, я не смотрю телевидение, слава богу. У меня там нет никаких передач, ни любимых, ни нелюбимых. И вообще, как бы, вам тоже не советую смотреть телевизор ни в коем случае, чтобы ничего не случилось с вашей психикой. Арбузный фрешек. Водичка. Ну, так вот, не смотрю телевизор и вам не советую. Новости узнаю из каналов в Телеграм и что-то из Ютьюба. Вот. Не знаю, как вообще может нормальный, адекватный человек смотреть телевидение. Вот реально, я этого физически не понимаю. Не знаю, я этого. Вот так, небольшая. Вот, кстати, стоит афроамериканка, которая поет блюз этот прекрасный. Вот так, кстати. На Пхукете трансы, которые их изнасилуют за углом. Ну и прочими вот моментами утешают себя именно те россияне, которые, ну, к сожалению, не имеют возможности приехать на Пхукет. Но другой версии у меня просто нет реально. По поводу того, зачем я и почему приезжаю уже пятый год на Пхукет именно зимовать, я много раз объясняла именно потому, что здесь прекрасные условия для тренировок. Я здесь занимаюсь кроссфитом, я здесь тренируюсь, я здесь живу на улице, где все заведения правильное питание и так далее и тому подобное. Короче, ребят, хотите... Ну вот, как немножечко... Попка у меня подкачана уже давно, уже больше трех лет. А то все... Все народ ищет у меня возможности накачать попу. Очень смешные люди. Ребят, вот по поводу, где я живу, где я тренируюсь, я постоянно ставлю локации, а вы на эти локации не смотрите, задаете мне эти вопросы. И я на эти вопросы не отвечаю. Просто для того, чтобы вы были внимательнее и уважали меня и мое время. Потому что реально, я постоянно ставлю локации. Мое мнение о Пилатесе. Пилатес полезен вместо, скажем так, растяжки. Я ничего не ставлю. У меня никогда не было целлюлита, слава Богу. И о том, как бороться с целлюлитом, я написала очень много постов. Спасибо вам, мои дорогие, за комплименты. Спасибо вам за все. Жду вас в своих фитнес-турах в Кисловодске с 20 по 27 марта. И, как всегда, в бомбическом майском фитнес-туре в Альвадонне-эсклюзив с 1 по 7 мая. Сегодня начался набор группы на май. Не опаздывайте. Потому что, как всегда, мест мало, желающих много. В основном все похватываются тогда, когда в отеле уже мест нет, к сожалению. И реально просто не тормозите. Хорошего окончания рабочего дня. Прекрасного настроения. Переходите на здоровый образ жизни. Пейте арбузный фреш без сахара и хорошую качественную водичку. Дышите свежим воздухом. Очень красиво. Слушайте, я даже не удержалась и не могу не ответить. Ну какой Дерсенваль? Вы за каком веке живете? Я Дерсенваль делала лет 25 назад. Ну, ребят, ну реально. Ну вы смеетесь, что ли? Какой Дерсенваль? Ну нельзя как-то, ну нельзя уж совсем-то прям с головой не дружить со всеми остальными местами. Все, мои хорошие. Пока. У меня уже вечер, к счастью. Пока-пока. Пока.